Здравствуйте, дамы и господа! И сегодня у нас Кровавая река, игра один на один. Очень ожесточенное противостояние между двух очень сильных игроков. На юге этот Дантист, который играет за Хаос, за его профильную расу. Он очень быстро начал парнями строить храм Хаоса. А второй Еретик у него бежит для того, чтобы воткнуть тут какое-то, скорее всего, турельку, либо что-то такое. Сейчас посмотрим, что он будет делать и вообще, где он будет втыкать. Зависит от того, кто играет против него. Ну так давайте посмотрим, кто находится на севере Кровавой реки. Тут у нас располагается имперский гвардеец. Это игрок SWS Stars Cream. Это очень прикольный чувак. У него мы видим, тут заказывается отряд командования уже. Мы видим, что у него генератор тут строится, как раз-таки вот в таком промежутке, чтобы защищать точку. Вот эту, возможно, точку как-то защищать можно, потому что в пехотный штаб сажать. Не знаю, почему он сюда, кстати, не поставил. Это, в принципе, тоже не самая такая крутая защищаемая область. Поэтому, на самом деле, да, вопрос. Сюда он пробежал, чтобы посмотреть, не строится ли тут никакого, никакой турели. И подходит, начинает сюда застраивать. Что, в принципе, правильно. В принципе, я с этим согласен. Подвел отряд командования, чтобы защищать эти рубежи. Тут пока ничего не захватывает, потому что тут ничего и не нужно делать. И заказывается уже первый комиссар. Комиссар стоит большое количество энергии. Важно это помнить. Что, тем временем, делает Хаос? Мы видим, что Хаос все-таки стационарный болтер построил здесь, чтобы не дать врагу захватить свою реликтовую точку. А сам уже своими парнями Хаоса, космодесантами, подходит, чтобы посмотреть, что же делает тут враг. И он видит то, что враг накинул уже наблюдательный пост. Сейчас, возможно, сюда будет приведен отряд командования. Да, потому что отряд командования не боится космодесантников Хаоса. Он очень хочет с ними порубиться, потому что у него есть тут священник, который в ближнем бою просто крутышка. Да и сам он издалека тоже неплохо так наваливает. Заказан был лорд Хаоса. Он подходит к парням, чтобы помочь им сражаться и в ближнем, и в дальнем бою. Он, кстати, неплохо стреляет. Но пока что начинает стрелять. Не особенно попадает, я хочу сказать. И, возможно, по нему сейчас ударит какой-то способностью. Возможно, по еретику. Пока что мы не знаем. Еретик строит, да. Задача командования, отряда командования, это именно сбрить еретика. Да, он именно такую цель себе ставит. 5 хп. Это один буквально выстрел парня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добил еретика. Огромное количество денег теряется на этом, потому что еретик стоит денег. Культисты тут тоже все разбросанные. Еретик тут. А где, где еретик? А мы видим то, что еретик новый заказан здесь. А предыдущий еретик просто снизу вот так идет. Будет тут сейчас подстраивать. И важно, чтобы отряд командования снова не забежал. Видит тут турель. Турель начинает стрелять. Она неплохо так отрывает куски от парней, которые находятся в отряде командования. Поэтому он решает вернуться. Он может начать долбить наблюдательный пост, но его бить довольно-таки долго. И он, наверное, думает, а тут я не добил эту... Тут кого-то не добил. Тут строилось. Давайте-ка посмотрим. Может, тут кто-то есть и куда увезти? Куда-то сюда разве что этих ребят. Потому что если лорд хаоса подойдет, он ничего не сделает. Да. Увидь славы императора. Очень сильно прокоцался лорд хаоса. Стоит и стреляют друг в друга. У отряда командования парни красные плюс-минус. Но с другой стороны, лорд хаос это тоже такой оранжевенький. Потому что реально пробили его очень сильно. Ну и что мы фиксируем? Мы фиксируем то, что, в принципе, по ресурсам у хаоса 68 на 10. И если уже 74, осталось только тут захватить. То есть, в принципе, все плюс-минус комфортненько у хаоса. Нормально. У него есть два отряда, у него есть герой. Все нормально, пойдет. Что есть в этот момент у имперского гвардейца? У него 68. Ресурсы тут сейчас до захватиться будет 74. Возведется здесь будет еще и больше. Но момент очень важный. У него, во-первых, уже прокачано, кстати, турель. Тут ЛП-2, я имею в виду. У него строится дополнительный генератор. То есть, он намного быстрее начнет вообще по-конкретному качать себе все-таки энергию. Это очень важный момент. По армии у него, возможно, я думаю, равнозначно, потому что тут все-таки есть комиссар. Это важный момент. Но, с другой стороны, у хаосита, у него есть дополнительно два капера. Вот раз дополнительный капер. И у нас дополнительный капер здесь. Можно будет захватить ключевые точки и на врага создавать давление. Космодесантники хаоса все-таки решили вступить в бой. Они соединяются с этим отрядом космодесанта хаоса и с лордом хаоса. И это значит, что сейчас они вместе будут пытаться достигать какой-то результат. Но, какой результат их интересует? Я думаю, что тут космодесант хаоса ничего не встретит хорошего. Он просто, наверное, стоит для того, чтобы сюда никто не притек, не сбрил, во-первых, культистов. Во-вторых, просто безнаказанно не начал капить точки. В центре они просто стоят. И он зонит, чтобы враг тоже не капил здесь. Так что, в принципе, делает все правильно. Он сейчас отсюда и отведет сектантов. И мы видим, по деньгам все у него хорошо. Четвертый генератор втыкается. ЛП-2 есть здесь, ЛП-2 есть здесь. Но будет сделано. И, в принципе, мы фиксируем с вами то, что по деньгам абсолютно не собирается испытывать проблемы хаосит. Он стенку такую себе застроил аж специально. Я думаю, все-таки парней он держит тут, чтобы они не разведывали генераторы. Заказывается дополнительно ЛП-2 здесь. Тут пока что не заказывается. Заказывается тут пока что тоже не заказывается. И мы видим то, что Т-2 уже почти готово. А что это значит? Это значит, пятый генератор и будет просто, просто, просто будет что-то сильное. Что-то сильное. А что может быть сильное? Неужели это будут крабы? Но крабы очень сильно получают от противных чуваков, которые называются часовые. Поэтому нужно делать что-то другое. А может быть не нужно. Мы пока не знаем. Т-2 готова. Ява машин была заказана здесь. Есть два свободных еретика. Они должны тоже помочь вот этому парню строить. Но этого не происходит. Они все-таки строят оружейную хаоса. Да. Отсюда мы понимаем то, что оружейная хаоса строится для того, чтобы еще и пехота была сильная. Сильная, чувствовала себя комфортно. Денег много. Очень неплохо хаос затерпел. И чувствовала себя максимально хорошо. Опачки. Он что, отменил тут яму машин? Он что, отменил яму машин? Возможно ли это? Я думаю, что это в ПАР, ну невозможно. Но почему это произошло? Для меня пока что это загадка. Заказал дополнительный отряд космодесанта. Заказал чернокнижника. Но я пока что, блин, теряюсь даже. Где все-таки у него эта яма машин? Блин. Вопрос. Три отряда космодесанта хаоса мы видим. Возможно, он отменил яму машин, потому что понял то, что нужно заказывать пехоту. Нужно качать смерть слабым. И нужно просто будет хорошо сейчас воевать. И мы видим то, что он даже сектантом дозаказал избранного. Мы видим то, что опачки, сюда зашел одним отрядом. Возможно, это сигнал для того, чтобы нападать хаосом. И тут плюс есть чернокнижник. Да, поэтому, наверное, он и отменил это все. Потому что нужно воевать здесь. И сейчас заказывается граната. А вот с гранатами уже ты особо не пофилонишь. И происходит наезд. Лорд хаоса идет первым. Танкует. Получает урон. Есть чернокнижник. Чернокнижник сейчас начинает атаковать. Опачки, он сделал телепортацию. И... Аааа, просто расстрелял этих парней. Нужно подходить и бить тяжело вооруженный отряд. Да, все врываются в тяжело вооруженный отряд. И сейчас, скорее всего, его и уничтожат. Тут избранного нет. Так бы он пистолетом загасил бы. Очень легко тяжело вооруженный отряд. Стационарный болтер почти пал. Стационарный болтер второй и третий сейчас будут построены. Можно встать вот в эту воронку. Тогда можно будет себя чувствовать намного комфортнее. Тут, кстати, можно застроить этот шаблончик. Пока что так чистенько. Чисто все так посмотреть. Прощелкать. А чернокнижник хаоса просто получает очень сильно по лицу от тяжело вооруженного отряда. Боже мой, как же сильно. Как же больно. Нажимается приступ ярости. С приступом ярости культисты просто очень жестко врываются. Начинают стрелять. Вы знаете, ребята, два героя потерял космодесантник хаоса. Это очень сильно. Но заказывается вот эта вещь. Это приступ ярости. И благодаря вот ему можно будет намного быстрее бегать. И иметь способность чардж, то есть рывок. И чувствовать себя, в принципе, комфортнее. Космодесантники тут умирают один за другим. Тут есть избранные. В принципе, это хорошо. Даже два вот избранных со смертью слабыми. То есть, в принципе, все хорошо. Но вот этот вот подходит священник. Одних контролит. Этот стационарный болтер постоянно стреляет. Это очень противно. И на самом деле такое ощущение, что космодесант хаоса вот эту вот драку, он, мне кажется, немножечко проиграл. Плюс у него, посмотрите, огромное количество энергии. И ее некуда девать. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что надо было, возможно, все-таки строить технику. Но, с другой стороны, техника это прикольно. Но есть же тяжеловооруженные отряды. Как ты будешь сражаться с тяжеловооруженным отрядом-то? Вопрос серьезный. Погибают сектанты, погибают еретики. Все практически погибают. И вот эти парни уже сейчас идут, будут снимать вот этот вот дикап производить. А возможно, то, что даже и сюда пойдут дикапить. Поэтому, давайте фиксировать, что есть у нашего игрока за имперской гвардией. Он качает специализация в оружии. Это будет говорить о том, что можно будет заказать намного больше, во-первых, тяжелого вооружения. На две единицы больше, как минимум. А во-вторых, оно будет наносить больше урона. В частности, гранатометы. Они будут просто разносить все и вся. И вот с этим, с гранатометами, уже просто пехотой не подерешься. Потому что на подступах просто большинство отрядов твоих будут, ну, просто убиты. Так эта штука прокачалась. Парням заказывается тяжелое вооружение. Оно стоит 20 на 15. С 35 на 15. Лешего довольно-таки. Не то, что тяжелый болтер, который 40 на 10 стоит. Да. И тут у нас мы видим два отряда. Довольно-таки сильно закачанные. К ним присоединены еще и командиры в виде священников, комиссара. И, в принципе, они чувствуют себя хорошо. Да, вот эти болты хаоса их атаковали. Ну, минус морально. Вот посмотрите, как он быстро решил проблему с моралью. За 20 единиц ресурса. Да, подошли парни. Да, они с тяжелыми болтерами. Да, есть тут БТР носорог. Но вопрос, а что с ресурсами, которые были потрачены на генераторы? Вот что делать с этой энергией? Ну, мы видим, первый краб заказывается. Вот это уже хорошо. Потому что чем больше крабов, тем будет круче. Крабы это уже реальная сила. Но, к сожалению, со всех сторон, со всех щелей нападают противные имперские гвардейцы. Они стреляют из тяжелого вооружения. Он добавляет себе тут разных бойцов. Вот это уже противный. Так, подъехал, выгрузил. Гранату кинуть не смог, потому что далеко они убежали. И, ну, просто результат нулевой. Почему? Потому что очень быстрая скорость передвижения у имперских гвардейцев. Была бы она поменьше, было бы намного комфортнее. А, подходят тут космодесантники. Они начинают стрелять из своих... Нет, они пока не начинают. Он подошел, остановился. Вот теперь начинают стрелять из тяжелых болтеров. Да, это больно. Но все-таки краб должен подходить и жарить. Основной дамаг, основной результат тут все-таки должен делать какой-то краб. Вот, он подошел, он стреляет. Парни с тяжелыми бурами стоят, тоже стреляют. Еще один не получилось выгрузить, кстати, что довольно-таки странно. Решил, наверное, заехать в укрытие. Да, да, он заезжает в укрытие. Выгружает парня, они начинают стрелять. Граната кинута сюда. Отлично, отлично. Ох, начинают стрелять. Подходят все, стреляют. Краб еще наваливает сверху. Из своей артиллерийской пушки. Вот, говорят, мы вернулись и стали сильнее, чем прежде. Заказывается пополнение бронетехники. Тут захватывается адский коготь. И вот с этим уже можно работать. Парни подходят сюда поближе. Начинают стрелять. Выгружается. Краб. Где краб? Нужен краб. Где же краб? Мы не видим. Мы видим, что он здесь. И у него просто приказ стрелять сюда. Боже мой, надо его контролить. Контроль, контроль краба своего, друг. Хоть что-то, хоть что-то нужно сделать. Потому что это очень важно. Пожалуйста, да. Темные боги услышали молитвы игрока. И заставили эту машину приблизиться сюда. Уничтожили здесь. Мы видим, тут, кстати, сдох еще и этот герочек. И вот есть уже адский коготь. Заказывается Т3 у хаоса. И вот этой армейкой нужно воевать. Давай, давай, подводи поближе своих ребят. Мы видим, что сюда он подъехал. Начинает стрелять. Ну, вот тут, наверное, все-таки стоит посадить своих ребят. Нет, тут драться не очень хорошо. Да. Посадил ребят куда-то. А-а-а! Не особенно-то ты тут и делаешь что-то. Почему? Потому что было использовано проклятие бога машины. И это значит то, что БТР носорог, возможно, развалится. Что нужно сделать? Подводить краба и защищать. Стрелять сюда. Да, 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 да. БТР носорог прямо вот сюда идет. Что? Что? Суицид или нет? Подходит сюда. Высаживается. Граната. Будет ли? Где граната? Да. Вот кинута граната. Я вижу. И начинают парни стрелять. И великая победа Хаоса. Вы посмотрите просто, что он сделал, что он натворил. Он просто кинул сюда очередной свой снаряд Хаоса. Обалдеть. Вы посмотрите, как все красиво. Какое все красное и красивое. Обалденно. Молодец. Хаос сыграл на 100 из 100. На все бабки сыграл. По ресурсам. Дантист на первом месте. Он заработал на 1500 больше влияния. И на 500 единиц как минимум больше энергии. Великолепная работа. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч.